Это вот Лерочка. Это Таня маленькая. Она родилась. Это Лера у нас тоже на Новый год дома. Танечка маленькая. Это тоже Таня с подружкой. Наши девочки, плохого ничего нельзя сказать. Только дети были. Тане было 14 лет, Лере 13. Что можно сказать про детей? Жизнь кипела, ключом била. Девчонки в школу ходили, росли вместе. Хохотушки, я не знаю. Учились хорошо, отличницы были. Ну, что можно сказать? Лера вообще была круглая отличница. И как вы узнали про это все? Ой, они как раз закончилась третья четверть. Суббота была. У нас к нам приехал на площадь цирк приездной московский. Это там аттракционы, там эти зверей привезли. И это... Она мне Таня звонит на работу, я в субботу работала. Она мне позвонила, говорит, мама, можно я вечером поду с Лерой гулять в центр? Она на нас ходила, танцевала в группе «Шанс». Говорит, мы вечером будем там танцевать, выступать. Я говорю, ну, конечно, можно. А еще Рома был маленький. Я говорю, может, ты Рому в цирк сводишь? Он говорит, нет, мама, мы вечером пойдем с Лерой, мы там сходим. И она привела мне Рому на работу. Мы с Ромой зашли в цирк, пришли. Она мне еще полила цветы в своей комнате. Ко мне соседки девочки пришли. Она с вами чай попила, чай нам налила. А я еще так поздно говорю, Танюш, что так поздно? Могу уже вроде как бы это самое. Было восьмое час, пятнадцать минут восьмого, а вы еще не это. Да сейчас Лера, говорит, скупается у бабушки, там они в баню поехали. Она скупается, она сейчас прибежит, и мы пойдем. Она пошла, встретила Лерочку. Они прибежали ко мне. Она так еще заплелась, два хвостика. Оделась, я говорю, дочка, что ты так, это самое, как пионерочка. Она говорит, да ничего, вам пойдет, сейчас так модно. А потом, и они убежали. Говорит, мам, ну все, давай, пока мы пошли. Она взяла пятьдесят рублей у меня, одела куртку. Говорит, мам, ну давай, все, я больше не зайду. Проходят где-то, это было где-то в девять часов, они ушли. А ушли они без пятнадцати восемь от меня. Побежали до Клочковых. Лера должна была переодеться. Звонит Клочко. Уже было пятнадцать минут девятого. Отец, хозяин. Говорит, а девчата ушли? Я говорю, да. Это странно. Ключи Лера не оставила. Я говорю, ну не знаю. Я говорю, ну ищи тогда в центре на дискотеке. Говорю, сильно так еще пошутили с ним. Прошло минут семь, на я развонит, он снова говорит. Звони срочно в милицию, вызывай милицию, девчонки в доме. Говорит, все, это самое, я говорю, живые. Что? Говорит, девчата лежат в доме. Говорит, как? Сам не знаю, звони в милицию, вызывай. Говорит, живые? Говорит, не знаю. Я звоню в милицию, побежала босиком. Прибегаю, я так захожу, Лера, Танечка лежит в коридоре, воды полно. Я ничего не поняла, она еще тепленькая. И так вот на щечки, так вот дырочка, я никогда в жизни не думала. Я думала, что прокололись что ли чем-то, проколотая щечка. Я до нее на щечке говорю, звони, вызывай скорую, она еще живая. А так вот прямо по коридору Лерочка, так вот на это, дверь, на двери так кровь. И так вот, как была она. И Танечка была, она ушла в одних вещах. Видать, пришли девчонки, переодевались там, вещами поменялись. Уже переодевались, уже хвостиков этих не было, которых она была заплетена. По всей видимости, у них так в коридоре стоит треляж, она по всей видимости расчесывалась. Заплетена, ну по-другому. А Лерочка, так вот, как была в штанишках, штанишки были в руках, трусиках и водолазочки. И так вот, видать, как она бежала со штанишками. И так она даже не успела. Дети переодевались, одним словом, собирались уйти на дискотеку. И вот по всей видимости, они зашли, когда дети вот еще не успели уйти. Вот так вот.